Давай как-нибудь вот здесь подлетай и активируй. То есть прям нажимать? Ну да. То есть вот прямо сейчас я нажму правую кнопку мыши и что-то произойдёт, да? Ну, я не знаю. Да как это работает-то? Алё, ты точно это когда-то активировал? Всё, спасибо! Ты за 300 тысяч купил реально эти ботинки? Да. О, давай-давай-давай-давай, я тебя жду на приватном острове. И снова всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка, и добро пожаловать на Скайблок Кооператив РПГ. Привет, ФлакДжиКей. Хаусап, ребята, всем привет. Целую неделю не выходили выпуски по Скайблоку. Но почему? Да потому что мы физически не могли это записывать. Ибо ФлакДжиКей улетал в другой город. Ну и как вы понимаете, мы были что-то типа без компьютера. Ну, по крайней мере, ФлакДжиКей. А в одного записывать я особо-то и не хотел. И, внимание, на эту серию мы подготовили кучу интересных тем. Потому что надо отчитываться, надо как-никак наверстывать упущенное. Да, 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 все верно. И мы убрали всех миньонов, кроме снежного. Да, снежный нам понадобится. И смотрите, что у меня в инвентаре. Та-да-да-дам, та-дам. Обсидиановые миньоны. Расскажи зачем, коротко и ясно. Итак, смотрите, ребята. Так как мы очень любим зарабатывать деньги, а зарабатываем деньги мы именно на дереве, мы должны открыть для себя Трикопитейтер. Он находится в коллекшене в Обсидиане. Да, все верно. То есть, смотрите, Обсидиан надо докачать до, ой, восьмого уровня. Да, 25 тысяч. 25 тысяч. Я... Это очень много. Это прям супер много. На данный момент у нас две тысячи. То есть, еще 23 тысячи. И нет. Мы не будем теми балбесами, которые вручную копают 23 тысячи Обсидиана. Алмазной киркой. Вместо этого мы поставим Обсидиановых миньонов, которых подготовили до серии. И они будут за нас батрачить, ставить. Но! Они не в улучшенном состоянии, немножко... Ммм... Говно. Именно поэтому надо улучшить. И апгрейдить мы их будем минимум до третьего уровня каждого. Так, посмотрим. Ууу, 160 Обсидиана. Так, короче, ты будешь апгрейдить, я буду ставить им сундуки. Как они вскопают сразу рядом блок, я поставлю им сундучок. Так, господи, какая разница, кто что делает. Самое главное... Всё. Какие мы с тобой молодцы! Абсолютно все прокачаны. Третий уровень, посмотрим сюда третий уровень и так далее и тому подобное. Так, пошёл апгрейд так же. Сейчас они будут копать. Ты, я так понимаю, уже поставил сундуки? А, ты только ставишь. Понял, принял? Я просто ждал именно блока слева, чтобы было удобнее. Сейчас у нас есть ещё кое-какая тема. Так повезло, то что предыдущую серию мы записывали по сезону Джерри. И представьте себе, прямо сейчас, когда мы записываем эту серию, у нас снова сезон Джерри, чёрт подери. Да, да, да. Но мы же не будем записывать две серии по одному и тому же. Именно поэтому мы собрали все подарки, как и в предыдущей серии. И прямо сейчас у Флэк Джеке сколько белых подарков? У меня 20 белых подарков и один зелёный. Да, у меня то же самое. Мы буквально минут 10 на это потратили, пособирали. И прямо сейчас я просто охренел. Эти подарки продаются за супер дорого. Белый за 7,5 тысяч, что-то типа этого, а зелёный за 8,9. То есть мы станем богатыми, ты понимаешь? Ну как, мы и так богатые, в принципе. Но чуть богаче будем, да. Эээ, что? Раньше 7 тысяч было, сейчас 5,700. Я, потому что сейчас сезон, это же базар. Тут цена так. Давай, давай не будем сейчас продавать, мы продадим потом, когда уже пройдёт сезон, вот тогда. Ну, скажи, сколько у тебя денег? У меня 118 тысяч. А, у меня 236 тысяч. В принципе, ну да, пока что этих денег будет достаточно. Давай не будем продавать. И потом подорожим. Вот самое главное, я видел, как ты продаёшь, вот вообще, как неумелый торговец. Для того, чтобы продать именно тот предмет, который ты хочешь, достаточно кликнуть в инвентаре кнопкой. Ты нажимаешь, и тебе сразу показывается на базаре это. Да. Серьёзно? Да. Так, погоди, погоди, погоди. Поиски по предметам. Я хочу это проверить. То есть я нажимаю на базар, потом нажимаю, например, на подарок. Охренеть! Это так быстро! Да. Чтобы вы понимали, раньше я это делал вот так. Заходил, потом искал здесь подарок. И только после этого нажимал на белый. Е-м-м-м-м. Прикольно, прикольно. Благо это я увидел, что ты вот этот неправильный момент и делаешь. Да. Да, кстати. Я хотел бы немножко отчитаться. У меня есть такой очень классный топор. В принципе, Спайси Райдер Экс. Отличие у этого топора от роминого оружия в том, что при убийстве монстра я получаю 20 монет. За каждые 500 убийств я получаю плюс 1 дамаг. Понимаешь? Нифига себе. То есть ты постоянно прокачиваешь его? Да. На этом топоре 7000 убийств. То есть я его уже купил с убийствами. Ого. То есть его можно прокачать до такого уровня, что он будет лучше всех мечей? Или что-то типа этого? Ну, тут написано, что максимум плюс 35 дамага. То есть ты прям супер далеко не можешь улететь. Не. Ну ладно, обидно. Ну и в принципе теперь мы оба заряжены на атаку. Да, топоры мечим. А еще, благодаря предыдущей серии у нас же появился снежный миньон. И он нам накопал уже 2 стака снежного блока. Причем зачарованного снежного блока. Именно поэтому я сейчас все продаю и скажу тебе 82 тысячи за 143 блока. По-моему, шикарно. А по времени сколько? То есть сколько он добывал это все? Да. Ну, примерно 2-3 дня. Вот так вот. То есть если у нас было 10 таких миньонов, это 800 тысяч за 2 дня? Да, все правильно, дружище. Но, но, это у нас 11 уровень миньона, так что ты сам понимаешь, надо еще вложиться в прокачку, в покупку снега, самое главное, нужны подарки, чтобы выбить этого миньона и так далее. Я тебе скажу так, 11 уровня этот миньон продается за 800 тысяч. За 8... Да, а вложили мы 200 тысяч. То есть мы можем прямо сейчас его продать за 800 тысяч и купить 4 таких, что? Не понял тебя? Нет, первого уровня не продают. Это невыгодно им. То есть если мы такого выбьем и вложим в него 200 тысяч, то мы за 800 продадим? Да. Все верно. Ммм, но, шанс-то маленький, типа, выбить такого миньона, ты сам помнишь, предыдущая серия показала, мы, наверное, два стака подарков открыли, и вот только один. Ну, кстати, если не врут комментарии, то там был и второй миньон, которого ты пропустил. Да? Блин. Простите, ребята, простите. Короче, мы решили то, что так и быть. Подарки мы пока что оставим, и либо мы потом продадим за высокую цену, либо, если на нас что-то нагрянет, может быть, даже откроем, и миньона попробуем выбить. Я, если что, вот сюда положил, то тоже положим. Да, я тоже положу, да-да-да. Окей, обсидиан у нас добывается и будет добываться. На это пока что можно просто забить, потому что, ну, это, опять же, время. А теперь переходим в коллекшн, далее заходим в ферму. Это, по-моему, то, куда мы не заглядывали уже серии 3-4. И кое-что у нас здесь уже открыто. Пшеница 6. Есть фермерский остров. И он крафтится из земли, и получается блока пшеницы. Да, всё просто, он максимально просто делается. Давай-давай-давай. Мы размещаем именно на своём острове. И помимо того, что это просто остров с пшеницей, так он ещё саморегенерируется. О-о-о, но-но-но, я кое-что ещё хочу сказать. Мы станем реально богатыми с такими-то миньонами и с идеей, которую я сейчас тебе предложу. Заходи в коллекшн, потом ферма, а потом какао-бобы. И смотри предпоследний уровень. Видишь, зачарованная книга Реплениш. Она позволяет нам собирать какие-то урожаи или Незерварты, и они сами будут автоматически сажаться заново. Ты понимаешь? То есть мало того, что у нас будет ферма, так ещё и мы сможем быстро пробежаться, и всё заново посадится. Само по себе. Подожди, смотри, если логически предположить, я ставлю пшеницу, добываю, она автоматически ставится, это же в коллекшн считается? Ммммм... Ммммм... Думаю, да. О, это классно. Но это я лишь думаю. Думаю, 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 думаю... Думает, конечно, проблематично там у тебя. Ну я не знаю, извини. Типа, я в Скайблок играл меньше, чем ты. я просто предполагаю мне кажется то что по такой тактике мы станем дико богатыми но опять же не будем думать дико наперёд нам надо прямо сейчас делать остров это земля и пшеничные блоки hardware что же? еще кое-что забыл рассказать дружище я теперь могу телепортироваться в deep caverns прямо через картинку вот так деньги так не я потратил а ты молодец ты понимаешь то что я теперь могу это без проблем делать ой давай сейчас тоже из банка возьму и не какие лаги то вообще будет моменты Но 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 щупать порадоваться бы мог не знаете по я я рад за тебя что твоим зрителям OBdor м isso я тебя понял давай контрольную закупочку устраиваем и на нашем острове делаем еще один овох поехали смотрите у нас знаток sky блока скажи насколько этот остров большой может быть пятнадцать на пятнадцать я давно его не видел но такой нормально а хорошо я тогда делаю наверное пока что 4 острова надеюсь этого будет более чем достаточно и более-менее давай И как его размещать? Давай как-нибудь вот здесь подлетай и активируй. То есть прям нажимать? Ну да. То есть вот прямо сейчас я нажму правую кнопку мыши и что-то произойдет, да? Ну, я не знаю. Три, два, один. Я понял. Сейчас, смотри, лайфхак сейчас будет. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все устроим. Там на месте, на месте. Да, да, я стою, 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 стою. Я так понимаю. Я стою, 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 стою. Ну да, лечу, в смысле, лечу. Я тебя принял, я тебя понял. И блок не поставился. Попробуй еще раз. Тихо-тихо, там зомби идут. Да это обезьяна мещает. Мещает, эй. Я на языке ржаный, чтобы он понял. Все, 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 давай, ставлю. Раз, два, три, поехали. Да как это работает-то? Алло, ты точно это когда-то активировал? Пошел, пошел. Что? Да ладно, такой остров, серьезно? А я-то думал, что он там будет реально 15 на 15, типа квадратный. Нет, это не то, что нам надо. Ну это бред какой-то. В смысле? Ну? Так это красиво. Знаешь, можно еще по этажам сделать, то есть, лестницу вверх, и ты такой идешь на вот такой остров красивый. Видишь, как она сама по себе регенерируется? Оп. Да, блин. Да, я вижу то, что она сама по себе ставится. Это прикольно, но давай прямо сейчас мы поставим туда факелы, потому что ничего не видно. А ну-ка, раз, два, три. ПИИП. Совсем другое дело. Слушай, если мы прямо сейчас вот здесь вскопаем землю, вот эта хреновина тоже будет ее плодородить? Нет. Или нет? Нет. То есть, только вот это? Угу. Угу, угу. Кстати, смотри, у меня есть прикольно. А если мы вот это разберем? Ой. Что ты? Я ее поломал. А, не-не, забей, 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 забей. Она у меня, смотри! А-а-а, нифига. Мы таким образом можем их все перенести. Но, блин, это ломать остров каждый раз надо. Э-э-э-э-э-э. Давай попробуем, знаешь как? Пульнуть в то же место. Бам. Бам. А-а-а, нельзя, потому что здесь уже есть остров. Так, смотри, я немножко подготовился. У меня есть специальная мотыга. Угу. Посмотри на нее. Давай позеркаем. Ого! 62,5% шанса получить двойной дроп. Это, конечно, прикольно, но у нас пока что, ну, такая себе ферма. Мне кажется то, что этот остров говно. И лучше всего делать свою ручную ферму. И после этого покупать кристаллы. То есть, не создавать их с помощью вот этих ферм. Ну, знаешь, конечно, на самом деле это прикольно иметь свою ферму, но сам прекрасно понимаешь. Хайпиксель тебе дает очень классную, огромную ферму, которую можно копать хоть 24 на 7. Ммм, нет. Э-э-э. Смотри, вот так ставишь. Я за Хайпиксель. И радуешься. Ну и все, он теперь будет сам создавать. А добывать кто будет? Так извини, и в том, и в том случае ты добываешь вручную то ли твоя ферма, то ли вот такая. Кристалл за тебя не добывает, он только выращивает. Я хочу сделать еще хуже. Я хочу... Ай, короче, в задницу. Переходим к новой теме. Какао-бобы. Переходим в коллекшн, ферма. И смотрите, сейчас у нас прокачано на 0 уровне. Что? Ты хочешь на ферму поставить какао-бобы миньоны? А-а-а, придется же обсидиановых убрать. Болиин. Как это неудобно. Фак, ну ладно, ты там тогда какую-то тему хотел поднять, говори. Смотри, наши обсидиановые миньоны, ну, работы, знаешь, с небольшой плюшкой в виде сундуков. Эти сундуки можно сделать намного больше. Но для того, чтобы сделать эти сундуки, нужно открыть их в коллекшне. И отправляемся в коллекшн дерева. Так. И смотрим, что нам совместными усилиями нужно 12 тысяч дуба. Прямо сейчас добыть. 13. Ема. Это же получается большой сундук, вмещает 15 предметов. Редкий, кстати говоря. Не, слушай, это, конечно, все прикольно. Но ты реально хочешь сейчас добыть 12 тысяч дерева? Я не хочу, я уже готовлюсь. Поэтому я беру весь обсидиан, беру свой классный топор и отправляюсь в парк. О, господи. Ладно, поехали. Так же, как и ты, заполняю весь свой инвентарь обсидианом, дабы быстрее бегать. И после этого ничего не меняется. Почему? Да потому что я броню нормальную не надел. Вот теперь совсем другое дело. О, поперло. Я реально быстрый. Но есть еще одна тема, которую я забыл поднять в начале серии. Дело в том, что я добыл еще души. И как бы я хочу их прямо сейчас поменять на статистику персонажа. Ой, ой, посмотри. Смотрю. Покажешь мне, где все остальные души? Конечно, конечно, покажу. Не, на самом деле я реально добыл. И у меня на данный момент сколько? По-моему, 70. Да, 70 из 209. Что? Много, да. Подожди, а у меня сколько? 36. Офигеть. Ну вот, я играл. Я немножко решил подбывать. И прямо сейчас давайте подбежим к фее, которая где-то здесь. Здорово, фея! А ну-ка, статистику мне подгони. Сейчас у меня, например, вот с такой тупой броней, которую, кстати, я даже толком не надел. Давайте это исправим. Так вот, с этой броней у меня 104 защиты. Но при этом, вот эта защита не полностью активирована. Она дает 287 дефонса. И она у меня не работает. Потому что, смотрите, какая строчка. Требуется комбат скилл 14. А-а-а. Это то, что я прокачал. Я понял тебя. У меня 12 уровень. То есть мне придется еще прокачаться. Но на это давайте забьем. Самое главное фея. Фея, привет. Я тебе даю 35 душ. У меня 35. Е-м-а. Иди в задницу, у меня одна. Я только что проверил. Давай еще. Еще даем. Нормально. Е-м-а. 212 хп. Без какой-либо брони на хп. Жесть. Согласен, согласен. Еще и силы получается у меня дофига. Слушай, а давай ты прямо сейчас снимешь всю свою броню. Вот давай. Снимай прямо сейчас. А, ну я же снять не могу. А, вот сейчас. Вот так вот. Теперь заходи в статистику своего персонажа и скажи, сколько у тебя силы. А, 34. А, ты же еще всякие скиллы качал. Точно. У меня просто 29. Я скиллы не качал. Ну да, да, логично. Хорошо, а скажи тогда, сколько у тебя хп. 162. Да, у меня 212. Вот так вот это и работает. Ну отлично, только я сильнее. Ну да, да. Получается, у тебя сила прокачана за счет скиллов, а у меня хп за счет душ. Удобненько мы поменялись. Но я в любом случае тоже буду потом качаться. У меня будет больше силы. А хп все-таки тебе нужно прокачать. То есть надо будет поискать тебе души. Да, в любом случае я как-нибудь сяду, поищу это все. Теперь, пожалуйста, скажи, где ты. Я хочу к тебе телепортироваться. Смотри, я там, где обычный дубовый лес. То есть в обычном хабе ты идешь чуть дальше и там лес. Я именно там уже добываю все. Я совершенно случайно до него добежал. Но тебя здесь нет. По всей видимости, ты на другом сервере. Да. Да. Так и есть. Но. Так это даже лучше. Да, да. Я только что так хотел сказать, потому что какая разница. Мы же все равно. Как думаете, как долго мы все это добывали? 33 минуты. Черт подери. 33 минуты. Мы это все сейчас копали, рубили. И остается финишная прямая. Всего 100 дерева, 2 стака. Ты понимаешь? Да, я понимаю, прекрасно. И прямо сейчас я в чате переписываюсь с чуваком, который хочет продать очень классные ботинки. Я у него прямо сейчас куплю за 300 тысяч. Так, продолжай. Я сейчас жду, когда он откроет доступ к своему острову, чтобы я пришел к нему и сторговался. Ура, мы прокачали, мы прокачали. И я сразу хочу пожаловаться. Хайпиксель, почему у меня проблема? Почему у Флэп Джекея такого нет? И зрители, смотрите, прямо сейчас, если мы зайдем в коллекшн и нажмем сюда, то мы увидим, что я накопал 6300 дуба, якобы. А теперь смотрите, сколько я накопал на самом деле. 9900. Типа, что? Почему? Так, сейчас, подожди. Очень опасная сделка, я проверяю прекрасно. Йон Драгон Бутс, ага, ага. Легендарные ботинки. Все, верно. Дил. Все, спасибо. Ты за 300 тысяч купил реально эти ботинки? Да. О, давай, 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 я тебя жду на приватном острове. И самое главное, неси все свое дерево, потому что прямо сейчас мы будем делать вещи. Я хочу посмотреть, у меня такой прикольный остров. Он, короче, делает огроменную ферму тыкв. Просто огроменную. Я тебе такое уже рассказывал. Почти каждый профессиональный игрок делает такую ферму тыкв. Потому что на них реально вроде как можно много заработать и все такое. Человек, который подарил мне вот этот тортик, тоже имеет ту самую огромную ферму тыкв. И, кстати говоря, это, представь себе, очень редкий торт. Так, давай я сейчас отправлюсь на наш остров и проверю эти самые ботинки. Смотри, они, по идее, хоть и сейчас не классные, потому что для работы их нужен полный сет. Но они в любом случае дают какую-то определенную скорость. На данный момент вместе с мечом у меня 237%. А с ботиночками, разницы нет. Да, походу, разницы пока нет. Потому что, смотри, вот так они выглядят. Давай проверим, возьми пока что мой тортик. Надеваем. И для меня разница вообще никакая. То есть, ну прям ничего-ничего не меняется. Но дает это что? Ты посмотри. Ой-ой-ой. Ты смотри. Нам надо прокачать комбат до 16. Ааа, подожди, а у меня какого уровня? По-моему, 14-ый ты говорил. Или 15-ый. Да, у меня 14-ый. Так вот, почему у меня скорости нет. Все понятно. Ну, короче, а теперь давай дуб. Прямо сейчас нам нужно все... Нет, ты ботинки верни куда. Сейчас так же, как будет с этим мечом. Эй. Слышишь? Я тебе отдам дуб. Рома, с мечом не проканает, как ты тогда у меня забрал. Мне пришлось покупать топор. Ты мне прямо сейчас возвращаешь. Моё драгоценное. Ботинки. А ничего то, что эти деньги я тоже копил. Я тебя поздравляю. Прекрасно поздравляю. Но я тоже копил. А ничего то, что я тоже копил. Я тоже копил. Я тоже копил. Будь здоровым. Все, давай ботинки. Ааа. Ну, шо там по дереву. Давай, наконец-то, переделываем все в зачарованный дуб. Да, пора, пора. Именно таким образом. Смотрите, что у нас получается. Мы кладем в Эндерсунук весь свой обсидиан. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Это так просто не проканает. Хе-хе-хе. Хе-хе. Мы... Хе-хе-хе. Кладем весь дуб. Да-да-да-да-да. Вот таким вот образом. А потом переделываем. Я в серии заставлю еще 30 тысяч копать дерева. Вот. Потом, значит, мы еще забираем. Отлично. Снова переделываем. Ладно, если серьезно, то мы все переделали. И сколько у тебя сейчас дерева? Ааа, 69. Так, у меня 62. Стоп, что? То есть ты накопал куда больше, но у меня 62? Странно, странно. Ладно, давай тогда так. Посмотрим сейчас, как делается большой сундук. Путинки! И на что мы потратим этот большой сундук? На обсидианового миньона или на снежного? Не, ну снежный, наверное, нам не понадобится, потому что... Хе-хе-хе-хе. Уро. Снежный нам не понадобится, потому что он у нас заполняется супер долго. Да и обсидиановый получается тоже. Может быть, поставим одного редстоун миньона? Значит так, идем на базар и прямо сейчас покупаем... Сю... Ладно, сейчас подожди, я просто деньги возьму. Давайте сходим на базар и просто купим новые стаки. Проверяем. И чтобы купить, получается... У тебя стак, да? У меня тоже стак. Нам надо еще два. И это стоит 62 тысячи. Окей, я... Я не покупаю, потому что цены резко поменялись. Хорошо. Вот сейчас-то я покупаю. А денег дофига, да? Ну, один стак я смог купить. Все, деньги кончились. Нам нужно еще стак и два. Хорошо, давай тогда сейчас весь редстоун, который у нас есть, я переделаю и пойду продавать. Это тот самый редстоун, который вот в этом сундуке. Да-да-да-да, я уже понял. Что ж, раз, два, три. ПИИП! Эх, ну что ж, весь редстоун продан. Вот тебе три стака. Спасибо, спасибо. Так, и получается нам нужно еще медиум сундук. У тебя он есть? Да, конечно. Скажи, пожалуйста, что он у тебя. Восемь штук. Спасибо. Но мы можем сделать только один большой, ты понимаешь? Блин, офиги. Все это время только ради гребаного. Одного сундука. Но зато у меня, опа, новый скилл. Крафт девятого уровня. Спасибо, спасибо. Куда поставим? Я предлагаю все-таки редстоунового миньона сделать, потому что он реально быстро заполняется. Ну знаешь, смотри. Давай лучше посмотрим, какой самый крутой миньон у нас есть. Так, редстоун. Да ладно, забей. Вот, вот, редстоун седьмого уровня. Разве это мало? А, бустон девятого. Нет, я хочу редстоун. Вот скажи, за сколько ты сейчас продал один блок редстоуна? Венчанд продал за 72 тысячи. За 72 тысячи один блок. Ты понимаешь то, что если мы надолго оставим этого миньона, он нам таких блоков накопаааает. Ну и в принципе ты сам понял. А если эмеральд миньона? Хммм... А он прокачанный? Четвертого. Четвертого? Мало. Не, не, четвертый точно не нужен. Седьмой редстоуна. Самое то, что надо. Здесь куча слотов. После этого мы добавляем еще и большой сундучелло. Далее мы ставим бюджет-хоппер. Что, где, какое? О, дядядядядядя. Большое хранилище посеяно. Или что-то типа этого. Да, куча места. И теперь по идее он у нас будет, ну, много-много копать. Это понятное дело. А если мы поставим вот этот сундук? А, уже не можем. Я вот просто хотел давным-давно проверить, что если поставить второй сундук, да. Ну, на нет и сюда нет. Хорошо. После этого засовываем бюджетный хоппер. И нужен компактор. У тебя по идее они есть, да? Смотри, пожалуйста, в сундуках, он там. Я у тебя даже больше спрошу, почему у всех миньонов нету этого компактора? Чего? Подожди, обсидиановые миньоны. И ты хочешь, чтобы они делали блоки обсидиана? Ну, зачарованного, да. Это делается суперкомпактор. А обычный компактор делает блоки. То есть, обычный снег делает в снежной блоке. Редстоун в редстоуновой блоке. А обсидиан в какой блок сделает? В энчантед блоке. Нет, это делает суперкомпактор. То есть, у нас такого нет? Нет, один. Один есть. Так положи, или ты положил? Ну, где он? Это ты брал миньонов? Странно, но у меня такого нет. Короче, ты говоришь то, что есть какой-то обычный компактор в сундуках. Мы это обязательно проверим. Но, а, нашел. Да, компактор, компактор. Мы один забираем. Я надеюсь, что ты случайно не продал тот компактор? Не, 100% нет. Потому что я не помню, когда я вообще продавал что-то не оптом. Скажем так. Все, кладем. И теперь он будет копать кучу редстоуна. Супердобывальщик денег. Здесь у нас, по идее, дуба не осталось. Слушай, а у меня еще 62 зачарованного есть. Ты посмотри на это. Оставим на будущее, потому что сделаем еще больше таких штучек. Да-да-да, сундуки по-любому понадобятся. И смотри, у нас куча обсидиана и куча зачарованных эндерперлов. Ты знаешь, куда это можно пристроить? Эндерперла не знаю, а вот обсидиан в инвентаре. А, ну это, ну логично, да. Либо на крафт-рекопитейтера. А, точно, да. Коллекшн, обсидиан. Пока что накопано 2100. И напоминаем, надо 25000. Тогда открывается трекопитейтер. Короче, нам сейчас надо тупо ждать, 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 а потом ждать. Именно поэтому спасибо огромное за просмотр данной серии. И надеемся, что она...